В одной из статьи нашего кандидата в президенты Путина упомянут Хаттаб, который организовал террористическую сеть на Северном Кавказе. Так он агент британской разведки МИ-6. Надо же прямо об этом говорить. Сегодня две разведных базы британской разведки на острове Кипр, одна из них находится недалеко от могилы архиепископа Макариус, это святое место для киприотов. Но они не могут выдавить эту базу своей территории, которая контролирует всю территорию практически России и весь Ближний Восток. И осуществляется поддержка этих так называемых арабских революций, которые полностью управляются из Лондона. Создается цепочка МИ-6, центр управления BBC, Аль-Джазира. Ведь весь состав арабской редакции BBC, сегодня это телеканал Аль-Джазира. Ни о какой независимости этого телеканала не может быть и речи. Это полное концептуальное управление из Лондона, основная цель разжигания войны на Ближнем Востоке перекидывания этого пожара на Россию. Самое интересное, что до сих пор есть расхожее мнение, что Британия развалилась, что это маленькое слабое государство, что оно якобы находится под полным контролем США. Но даже вот если обратиться к официальной истории, к официальной политической карте, мы увидим, что такое ключевое место, как Гибралтар, несмотря на всю деколонизацию... Да, несмотря на блок НАТО, то, что Испания также в блоке НАТО, тем не менее контролирует... Кипр, ключевая точка. Мало кто знает, что там 10% территории находится под контролем Британии. Более того, крупнейшая база радиоэлектронной разведки, все наши туристы с мобильными телефонами в Египте, в Турции, на Кипре находятся под полным, тотальным контролем. Можно дальше продолжать. Возьмем архипелаг Чагас. Уникальный, между прочим, остров. Если посмотреть на карту, то примерно на равном расстоянии находятся все ключевые точки Индийского океана. С одной стороны Азия, с другой стороны Африка и Океания. До всего можно дотянуться. Именно оттуда эти щупальца и дотягиваются. Но и не забудем об Австралии и Новой Зеландии, формально... И Канаде, формальная независимость которых... А на деньгах которых до сих пор королева. Да, и не только в этих странах. Я могу привести пример, что 6 июля 2010 года я был на заседании Генеральной Ассаблеи ООН. Так вот случилось. И там выступала английская королева. И она официально начала свое выступление. Я выступаю не от имени Великобритании. Я выступаю как глава британского содружества от имени 56 государств. Вот позиция. И в этом смысле, если учесть то, что Федеральная Резервная Система управляется группой лондонских банкиров из Лондона, то, конечно, говорить о полной независимости Соединенных Штатов Америки, в общем-то, не приходится. Президент США Кеннеди, который попытался восстановить, по сути, национальную экономическую независимость США, был демонстративно застрелен 22-го АЗа. Кем? Безусловно, агентами британской разведки Мишей, с моей точки зрения. Как и операция 11 сентября, для чего она была проведена 2001 года. Я приведу последний пример. Три недели назад в Лос-Анджелесе были арестованы два англичанина, мужчина и девушка. 12 часов агенты ФБР их держали в полицейском участке, провели допрос и отправили обратно в Великобританию. Цель, с моей точки зрения, агенты Мишей хотели организовать теракт на территории Калифорнии, обвинить в этом сирийцев и иранцев и дать повод для военной агрессии на Ближнем Востоке. Но ФБР в этот раз сработало блестяще, и эта провокация была пресечена. Кстати, у нас до сих пор существует такое расхожее мнение, что в Британии конституционная монархия, что монархия там декорация, только почему-то конституции нет. Здесь вот я могу привести пример, что недавно, буквально 9 февраля, шел спор с немецкими политологами в РИА Новости о Сирии. Они говорили, мы хотим, чтобы у Сирии была более лучшая конституция. А у Израиля нет конституции, и, как вы говорите, тоже нет конституции. И никого это не волнует, никаких правозащитников и так далее, экспертов по правам человека. Вы отметили, мне кажется, очень ключевой момент, что многие недооцеливают теневую фактически систему управления многими государствами мира со стороны Лондона. В данном случае британская разведка Ми-6 является не только разведкой национальной Великобритании, она является глобальной разведслужбой, которая действует в интересах вот этого глобального мирового центра управления, который, по сути, влияет и Соединенными Штатами Америки, а через американские военные базы в 138 странах и на другие страны мира, и на Европейский Союз, ну и на Россию. Продолжение следует...